всем привет друзья меня зовут виталий я геополитический астролог и сегодня я хочу для вас записать прогноз о тех событиях которые могут происходить в нашей стране в россии уже этим летом место я выбрал такое интересное не в офисе сегодня записываю не дома на свежем воздухе на природе надеюсь нам не помешает ветер и нам есть о чем поговорить постараюсь коротко и по сути рассказать о том какие события нас могут ожидать своей прогностики я использовал гороскоп и карты таро кстати что касается карт таро то приглашаю всех желающих в особенности новичков не имеющих абсолютно никакого опыта приглашаю на свой курс который состоится летом у меня курсы всегда интересные активные участвует очень много человек и часть денег собранные на ты на этом курсе пойдут на благотворительность в определенные фонды помощи детям либо напрямую помогу какому-либо ребенку ссылка будет в описании под этим видео переходите на мой аккаунт аккаунт вконтакте и там будут все подробности так вот что касается гороскопа я считаю что нам с вами нужно приготовиться к серьезным событиям это напряженные события в принципе нам никогда не легко не жилось да но тем не менее сейчас аспекты между планетами и расклады показывают о том что действительно время будет нелегко это будет очень напряженная я бы мог разделить здесь на две части свой прогноз это события связаны с политикой в плане власти до в стране в россии первые лица страны а также темой своего до специальной военной операции и наверное на третьем месте это природные события которые могут происходить на территории нашей страны этим летом так вот что касается власти когда я записывал свой прогноз гороскоп на 23 на 24 год то я уже говорил о том что одной из ключевых тем да будет первые лица страны в том числе и президент выборы и посмотрите что сейчас происходит уже с этой весны весна 24 года мы видим что происходит некая зачистка во власти да то есть с одной стороны под какими-то благовидными такими делами взяточничество там нарушение каких-то правил да и уже нескольких чиновников снимают с их должностей сейчас конкретно на апрель месяц для этого есть аспекты указания в гороскопе и на ближайшее время эта ситуация не прекратится то есть с очень большой вероятностью начиная с весны 24 года и в том числе летом отставки будут продолжаться под разными предлогами и я уверен что с очень большой вероятностью ставки продолжатся в том числе первых лиц страны да мы может про них и не знаем у нас очень много разных министров заместителей этих министров премьеров там разных всяких но тема связанная с изменением ключевых лиц во власти будет актуально еще не один месяц в гороскопе очень напряженные аспекты я могу это связывать с тем что это связано с выборами президента россии да и с очень большой вероятностью после выборов будет изменение в правительстве распуск правительства это будет май и может быть связано с новыми задачами которые ставит президент россии для правительства и соответственно потребуется новые силы новые люди но есть еще и вторая сторона медали это пророссийская линия которая направлена на укрепление суверенитета а в нашем правительстве очень много таких сил которые не хотят продвижения россии не хотят укрепления россии и это вторая сторона которая точно также имеет большое значение на протяжении ближайших шести месяцев все события связанные с властью они очень напряжены это первое что мы с вами будем сейчас видеть в реальности второй аспект нам надо приготовиться с вами к тому что события на фронте будут очень серьезные и как бы я всегда говорю и вещи называю своими именами если я вижу продвижение россии то я так и говорю вплоть до того что я называю области где россия будет продвигаться так вот сейчас с мая будет продвижение российских войск на территории как и говорил уже раньше практически всей линии фронта да будет тяжело да будет нелегко будут потери ну это война но войска российские будут продвигаться это будет по всей линии фронта и южные регионы тема с белоруссией тоже будет актуально то есть потому что по всей линии фронта начнутся активные боевые действия как и записывал в своем гороскопе для соединенных штатов америки они будут помогать всем и в любых объемах и количествах будут делать все да только не за не будут заниматься своим каким-то решением вопросов проблем посмотрите что сейчас происходит они выделили очередной пакет помощи для в силу какие-то миллиарды прям да и в обозримом будущем очень скоро все это поступит уже на территории украины и под удар попадет территория уже нашей страны я здесь действительно могу сказать что приграничным регионом на мой взгляд пора подумать о том чтобы покинуть опасные места в более безопасные да где они могут скажем так спокойно существовать и не переживать за свою жизнь но обстрел российской территории только усилится в том числе под ударом будет крым этот бедный крымский мост события на фронте будут очень напряженные мне если честно как астрологу как торологу мне это не нравится один из важных моментов несколько раз в гороскопе россии будут такие аспекты которые связывают столкно дают некое такое что похожее да как столкновение российских войск с войсками нато но здесь опять же не знаем увидим это впрямо или косвенно мы же не будем понимать до открытое столкновение это или нет то что по факту войска нато уже на территории украины находится и оружие крупными партиями поступают на территорию украины но эта тема будет очень актуально несколько раз в гороскопе россии солнце будет давать аспекты либо находиться в четвертом доме гороскопа очень часто я уже замечал что в такие моменты страдает инфраструктура нашей страны актуальными становятся вопросы природных ресурсов кроме того в ближайшие несколько месяцев неоднократно в гороскопе россии будет задействован первый дом гороскопа и четвертый дом гороскопа при этом они будут пораженными то есть в первых и 4 в первом четвертом доме гороскопа либо будут находиться планеты создавая напряжение да то есть в падении либо в изгнании либо будут напряженные аспекты соответственно это будет связано с крупными отставками правительстве до изменениями правительстве принятием новых законов которые будут направлены на развитие продвижения россии будет восприниматься все это с ну по-разному да в зависимости от сил которые будут этими вопросами управлять руководить ну и вторая часть это все-таки инфраструктура нашей страны будет страдать и если сейчас на апрель месяц я записывал ранее прогноз это природные такие вот какие-то катаклизмы в виде затоплений до туалетом к этому прибавится еще и пожары и взрывы потому что в четвертом доме гороскопа неоднократно будет появляться плутон а потом как мы знаем сейчас движется не в самом лучшем для себя месте скажем так в знаке водолея да потом водолеи это взрывоопасная смесь то что плутон себя проявляет в наихудших каких-то качествах и опять же это на моем опыте было замечено в такие моменты взрываются нефтебазы взрываются склады значит страдает инфраструктура жилые дома на территории нашей страны начинается эвакуация и все это нас ждет летом следовательно можно предположить что ситуация на фронте будет токого ухудшаться ничего хорошего в этом я не вижу для войск в силу как и говорил ранее уже по факту это приведет к потере государственности украины точнее той части которая сейчас пока еще может существовать под названием украина ни к чеку ни к какой победе это не приведет да нам надо друзья сами настроиться на то что в обозримом будущем в ближайшее время ближайшие месяцы будет тяжело военные действия будут усиливаться инфраструктура россии будет страдать особенно в приграничных районах нас этим летом ожидает крупные пожары взрывы нефтебаз значит и все такое да но в гороскопе украины все намного печальнее все намного печальнее поэтому лето будет очень напряженно и я бы даже сказал так все что происходит сейчас это начало конца сейчас вот если даже там на фронте сейчас идет война то это можно сказать затишье по сравнению с тем что будет происходить ближайшее время развязка очень близко развязка очень развязка очень близко этих всех событий и под этот сейчас шумок да каждый будет пытаться завоевать что-то урвать что-то новой территории это будет связано по всем границам и на территории границы с беларуси там и китай и опять же про китай я уже неоднократно упоминаю надо готовиться друзья надо готовиться что напряжение будет сейчас расти события этим летом будут очень напряженные запишу отдельный прогноз на осень но заранее могу сказать что все что сейчас начинается да это события затяжные то есть вот кто-то прогнозировал там или где-то этом от подписчиков слышал что в мае все прекратится да нет друзья в мае все так начнется активное активные действия значит когда российские войска пойдут в наступление не знаю можно ли говорить конечно я не называю точные числа но я предполагаю что это 20 числа июня 20 числа июня это такие моменты да когда буквально вынудят заставят возможно российские войска начать какие-то действия по защите наших территорий то есть сейчас оружие дальнобойная перейдет на территорию украины и начнутся атаки на территорию россии следовательно для того чтобы маленько отодвинуть линию фронта нашим войскам буквально придется придется значит наступление какой-то организовывать и здесь для тех кто думает что этого можно было бы избежать да не получится ничего избежать друзья я уже говорил о том что на примере присоединения крыма то есть и в данном случае сейчас если мы возьмем лето поймите есть энергия планет которая так или иначе она есть она никуда не денется и представим развитие в двух вариантах первой россия ничего не делает останавливает какие-то военные действия да и но тогда куда денется энергия в гороскопе россии напряженная а я вам скажу куда украинские войска в силу начнут продвигаться усилят обстрелы пострадает крымский мост пострадает приграничные районы нашей россии будут взрываться нефтебазы это в том случае если россия перестанет какие-то действия принимать вы должны понимать что с точки зрения вот астрологии если есть планета если есть энергия в каком-то месте в гороскопе она сработает либо можно на опережение это заставить эту энергию работать либо смириться с тем что есть но тогда будут разрушения на территории нашей страны либо второй вариант российские войска будут просто вынуждены пойти в наступление и отвоевывать территории освобождая полностью донбасс в конституционных границах в том числе продвижение и в направлении харькова и в южном направлении еще в том числе я не могу озвучивать полностью всю информацию которую я вижу в гороскопе или на картах второй делаю расклады и тот и тот вариант очень хорошо работает вот но с очень большой вероятностью я думаю что активные действия начнутся в двадцатых числах июня когда будет сильно страдать инфраструктура нашей страны когда наши войска пойдут в наступление вот и это печально заканчивается для украины вот такой у меня прогноз не радужные друзья на ближайшее время я читаю ваши комментарии пишите в комментариях и поменьше хэйта друзья поменьше злобы мы живем в такое время когда негатива и так хватает пишите вопросы какие темы для вас интересны какие темы хотели бы чтобы я разобрал мои прогнозы всегда реальные всегда живые всегда основываются на том что можно проверить и посмотреть в ближайшее время всем пока